здравствуйте мои уважаемые подписчики сегодня мы рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии производства длинных макаронных изделий таких как спагетти например всем привет меня зовут дмитрий макаронные изделия это самые простые изделия пищевой промышленности для приготовления потому что они содержат только муку воду иногда в них добавляют соль или вкусоароматические добавки но при этом внесение этих вкусоароматических добавок практически не изменяет физико-механические свойства макаронных изделий особенность макаронных изделий состоит в том что для замеса макаронных изделий требуется значительно меньшее количество воды чем при замесе хлебопекарного теста в зависимости от влажности различают три вида замесов первый замес это твердый замес как можно догадаться из названия это замес в котором содержится в которой добавляется минимальное количество воды при этом влажность на выходе после замеса составляет от 28 до 29 процентов средний замес замес в котором добавлено чуть больше воды чем в твердый замес и в среднем замесе влажность на выходе составляет от двадцати девяти целых одной десятый процента до тридцати одного процента и мягкий замес влажность теста после замеса составляет от тридцати одной целой одной десятой процента до тридцати двух с половиной процентов рассмотрим замесы более подробно тип замеса зависит от следующих факторов первое при использовании муки с низким содержанием клейковины применяют мягкий замес а при липкой тянущийся клейковине твердый второе при производстве короткорезанных изделий и макарон высушиваемых платковых кассетах для предотвращения слепания изделий во время сушки используют твердый или средний замес третье при производстве длинных изделий с подвесной сушкой для придания сырым изделиям большей пластичности применяют средний или мягкий замес причем при использовании полукрупки или хлебопекарной муки влажность теста должна быть на один-два процента выше чем при использовании крупки четвертое при использовании матриц с тефлоновыми вставками влажность теста должна быть несколько меньше чем при работе с матрицами без вставок макаронное тесто из крупичатой муки и его особенности расчет температуры воды типы замеса от температуры воды преимущество теплого замеса настройка температуры шнековой камеры и матриц подробно рассмотрены в видео посвященного машиноаппаратурной схеме линии производства коротких макаронных изделий вы можете посмотреть это видео кликнув на ссылку в подсказках или на ссылку внизу в описании мы рассмотрели с вами важные параметры при замесе макаронного теста прежде чем перейти к рассмотрению линии для производства длинных макаронных изделий я расскажу вам о смесителях макаронного теста а конкретно о том как осуществляется подогрев смесителей макаронного теста на производстве обогреватель тесто-смесителя макаронного теста высокотемпературный замес макаронного теста имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционным низкотемпературным. Однако, достичь во время замеса температуры теста в 60 градусов Цельсия увеличением температуры воды, подаваемой в месильную емкость, не удается. Поскольку даже при горячем замесе, когда температура воды составляет около 90 градусов Цельсия, температура теста не превышает 50 градусов Цельсия. Однако, подача горячей воды нежелательна, так как это может привести к завариванию части муки, соприкасающейся со струей воды. Поэтому для реализации высокотемпературного режима замеса макаронного теста, тестосмеситель пресса следует оснастить внешним обогревателем, паровой или водяной рубашкой, электронагревателем и тому подобное. На слайде вы можете увидеть обогреватель тестосмесителя. В корпусе 7 обогревателя располагаются 4 полуцилиндра, приваренные к наружной стенке камеры и соединенные между собой трубками 3. Для последовательного прохождения пара. Давление пара регулируют вентилем 6 на входе пара в обогреватель и контролируют по манометру 7. Датчики 2 контролируют температуру теста после замеса, а датчики 5 температуру отработавшего пара. Для предотвращения подсыхания теста при замесе, вследствие испарения из него влаги, решетчатая крышка смесителя заменена крышкой из листовой стали с теплоизоляцией и узкими прорезями для визуального контроля замеса. А теперь мы переходим к рассмотрению машинно-аппаратурной схемы линий производства длинных макаронных изделий. Длинные макаронные изделия пользуются устойчивым спросом у населения. Длинные макаронные изделия, спагетти, являются основой для многих кулинарных блюд. Например, пасты болоньеза и других. Линия производства длинных макаронных изделий представлена на слайде и включает следующее оборудование. Тубусный пресс 16, двойной саморазвес 10, предварительную 17 и окончательную 19, сушилки. Механизм возврата бастунов 7, накопитель стабилизатор 23 и машину для съема и резки изделий 26. Исходные компоненты дозатором 14 муки и роторным дозатором воды направляются в тесто смеситель 15 пресса. В трехкамерном смесителе производится также и вакуумирование полуфабриката. Макаронные пряди, выпрессовываемые из тубусных матриц 13, обдуваются воздухом через насадку 11, от вентилятора 12. Разделяются на два равных потока и свободно проходят в щель между подвижными и неподвижными отрезными ножами 9, саморазвеса 10. После того, как пряди макарон опустятся ниже бастунов на 600, 650 миллиметров, ножи отрезают их от основного потока и они развешиваются одновременно на два бастуна 8. Затем подравниваются подрезными 6 и подравнивающими 3 ножами. Образующиеся обрезки питателем 4 загружаются в материалопровод 5 и пневматическим транспортом возвращаются в тесто смеситель. Затем бастуны с изделиями поступают на нижний ярус 2, предварительной сушилки 17. При входе в сушилку бастун нажимает на рычаг конечного выключателя, который включает привод сушилки и с помощью гребенок и цепных конвейеров перемещает его на один шаг. При поступлении следующего бастуна цикл повторяется. Так бастуны с изделиями проходят все три яруса сушилки. С верхнего яруса 18 предварительной сушилки бастуны с изделиями направляются на первый верхний ярус 20, окончательной сушилки 19. В окончательной сушилке на каждом ярусе чередуются 4 зоны сушки и отволаживания. Длительность пребывания изделий в предварительной сушилки составляет 15 процентов, а в окончательной 85 процентов общей продолжительности сушки макаронных изделий. Бастуны с изделиями пройдя промежуточную зону 21 с нижнего яруса 1 окончательной сушки поступают на ярусы 24 накопителя стабилизатора 23. Каждый бастун, поступая из подъемника 22, воздействует на конечный выключатель, который приводит в действие загружаемый ярус. При заполнении яруса на панели загорается сигнальная лампа и оператор производит переключение привода на заполнение следующего яруса. Бастуны в конце яруса, передвигаясь вдоль направляющих, попадают на скос и падая нажимают на рычаги конечных выключателей. Последние срабатывают, включая привод опускного устройства 25, которое доставляет бастуны к машине 26 для съема и резки. Бастун подхватывается конвейером съема, освобождается от прядей и цепным конвейером направляется на конвейер возврата 7 бастунов. Макароны поступают на резку, при которой дужки макаронных прядей отрезаются дисковой фрезой и пневмотранспортом подаются в сборную емкость. После резки макаронные изделия имеют одинаковую длину и ровные края среза. Рассмотрим. Оборудование для увлажнения муки. Устройство предварительного увлажнения муки представлено на слайде. Продолжительность замеса макаронного теста определяется двумя факторами. Достижением равномерного распределения влаги по всей массе теста и скоростью проникновения ее внутрь частиц теста. Чем в более диспергированном распыленном виде будет подаваться вода в месильную емкость, тем быстрее и равномернее она распределится по всей массе теста. При подаче воды в виде одной струи она впитывается отдельными порциями муки, встречающими струю. А затем требуется длительное и интенсивное вымешивание для перераспределения влаги по всему объему теста. Так дозируется вода в однокамерных тестосмесителях, получивших наибольшее распространение на макаронных предприятиях. Для предварительного увлажнения муки в линиях производства макаронных изделий используется специальное устройство. Мука распыляется через сопло 11, куда она нагнетается по трубопроводу 12 с сжатым воздухом от воздуходувки 1. В трубопровод мука поступает из промежуточного бункера 3 через дозатор 2 с приводом 4. Вода необходимой температуры из бака смесителя 8 подается насосом 7 по трубопроводу 6 к соплу 5, через которое она распыляется в кабеле навстречу частицам муки. Конструкция сопел позволяет регулировать количество и скорость распыления муки и воды в соответствии с заданными параметрами. Равномерно и быстро увлажненные частицы муки падают на ленту транспортера 10, которая направляет их на окончательное смешивание в тесто-смеситель пресса. Мы рассмотрели с вами машинно-аппараторную схему линии производства длинных макаронных изделий. Спасибо вам за внимание! В одном из прошлых видео мы рассмотрели с вами машинно-аппараторную схему линии производства короткорезанных макаронных изделий вы можете посмотреть это видео нажав вот на эту картинку я благодарю вас желаю вам всяческих успехов подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео до новых встреч